Добрый день, у микрофона Ольга Болезина. Сегодня у нас в гостях директор и независимый эксперт на оценочной корпорации Сергей Копанев и директор компании «Стройаудит» Алексей Зяблых. Добрый день. Добрый день, Дев. Мы сегодня говорим о строительном контроле, строительной вообще отрасли. Начинается сезон и есть вещи, о которых нужно не забыть, потому что можно опоздать. Я имею в виду строительный контроль. Многие не знают, что это такое, но на самом деле это очень важная вещь. Сергей, что такое строительный контроль, контроль строительства, чем занимается Ваша компания? Наша компания ОВНЛ-корпорация оказывает не только услуги по строительному контролю. Мы занимаемся оценочной деятельностью, экспертной деятельностью. Ну и в настоящий момент мы запускаем совместный проект с компанией «Стройаудит». Это услуги по осуществлению строительного контроля как для физических, так и для юридических лиц. То есть это для Вас новая, скажем так, услуга? Не совсем новая услуга для Сергея. На самом деле мы порядка, наверное, пяти лет очень плотно сотрудничаем. На самом деле стройконтроль и строительная экспертиза, именно строительная экспертиза, достаточно тесно связаны. Особенно, когда вопрос касается каких-то дефектов. Поэтому мы с Сергеем очень давно сотрудничаем и постоянно друг с другом консультируемся по тем или иным вопросам. Слово «дефекты» Вы очень корректно, мне кажется, выбрали наверняка в строительной отрасли. То, что происходит, все вот эти оберегания и проблемы, они чем-то более жесткими, да, называются? Нет, на самом деле, если с проблемой отрасли, я бы не хотел здесь рассматривать именно отрасли, а какие-то частные случаи. Не совсем дефекты бывают, несоблюдение каких-то норм и правил, которые могут повлести как к каким-то значительным последствиям, что хотелось бы как раз избежать, и стройконтроль практически на 100% исключает эту возможность, так и к каким-то незначительным дефектам, которые подрядчик абсолютно без участия заказчика абсолютно комфортно исполняет и устраняет их без каких-либо дополнительных затрат со стороны заказчика. Ну, то есть строительный контроль – это что? Что за процедура? Это комплекс мер по контролю за технологией строительства и качеством строительной работы. Это как осуществляется? Приходят... Инженеры на всех этапах строительства контролируют все эти этапы строительства. То есть в зависимости от этапа используются какие-то определенные средства, там инструменты, не инструменты, визуальный контроль, контроль документации, соблюдение и так далее. И уже поэтапно принимаются работы для того, чтобы осуществлять какой-то следующий этап строительства. То есть это комплексная большая услуга, которая начинается на этапе сметы? Изначально в идеальном моменте, если мы хотим максимально качественно выстроить какой-то объект, то это начинается, как только вы задумались про какое-то строительство, неважно это завод или частный дом, вы должны прийти к строительному контролю и прийти к проектной организации. И уже втроем, то есть три стороны, должны найти какие-то компромиссные решения для того, чтобы качественно выстроить объект, там или опять же частный дом или завод. Это исключит как раз какие-то дальнейшие проблемы и увеличение сметы необоснованное. А бывает необоснованное увеличение сметы? Вы с этим как часто встречаетесь? Если смотреть строго про расценки, если расценка между какой-то частной компанией и частным заказчиком, такое достаточно часто. За счет того, что просто рыночная цена немножко завышается. Если мы берем про какие-то более серьезные объекты, которые, смета которых проходит какую-то экспертизу, то, как правило, сами по себе расценки, они не завышаются. Другое дело, что подрядчик иногда может взять одну и ту же работу и в смету забить ее двумя расценками, которые, в принципе, друг друга взаимы исключают. Это такие хитрости у подрядчиков иногда встречаются. А есть какой-то примерный процент, на который строительный контроль смету может снизить? Очень грубо рассуждать про такие проценты. При какую услугу сейчас мы предоставляем Сергеям, как у нас получается, мы при сотрудничестве с нами даем, во-первых, свои корпоративные скидки. Это скидка на материалы до 20%. На самом деле это очень значительная экономия. И плюс при каком-то анализе смет уже с подрядчиком, там тоже может возникнуть экономия до 10-15%. Если это, опять же, абсолютно адекватный, хороший подрядчик. Я не говорю про какие-то из ряда вон выходящие случаи. Ну, мы это исключаем. Ну, понятно, что экономия не сама цель здесь. Качество. В любом случае, качество получается гораздо выше. За счет этого заказчик в любом случае получает выгоду. То есть, чем качественнее сделан объект, тем меньше каких-то сложностей он у него будет получать при эксплуатации объекта, при пользовании дома или этого же завода. А если говорить вот еще о смете, бывает ли, что ее приходится увеличить? Что там не все работы включили? Выбрали какие-то материалы, которые, не знаю, вы считаете уже устаревшими, неподходящими. И вот такое случается? Да, безусловно, бывает такое. Бывает, что подрядчик при составлении сметы применил один вид материалов. По факту, значит, лучше использовать другой, более дорогостоящий, но сэкономить в дальнейшем на его монтаже. И получается, наверное, некоторое увеличение по стоимости материала. Но, опять же, мы экономим время на монтаже более качественного и дорогого материала. И, возможно, экономим и деньги на работах-работах. Ну вот, скупой платит дважды, это, конечно, банальная мысль, но она верна всегда. Нет, на самом деле, если мы говорим сейчас про частных каких-то заказчиков, то очень важно подойти грамотно к проекту. Потому что вкладывать в дом 5 миллионов и больше, без траты на проект от 50 тысяч, это глупо, на мой взгляд. Зачастую это проектное решение, они окупают очень сильно дальнейшее строительство. А кто может обратиться к вам за строительным контролем? Частный застройщик, который сам себе строит? Конечно, могут обратиться как физические, так и юридические лица. То есть, ну, это выгодно и заказчику, и подрядчику. Да, на самом деле, на практике существует у нас, у меня большая очень практика строительного контроля. Помимо того, что на муниципальных контрактах это обязано. То есть, муниципальные заказчики обязаны заключать строительный контроль. В принципе, у нас градостроительному кодексу, это, в принципе, есть все объекты, которые капитальное строительство должно 100% подвергаться строительному контролю. Соответственно, это интересно, в первую очередь, заказчику, потому что он получает качество. Но иногда с подрядчика, какой-то заказчик требует, что мне нужен строительный контроль, отдельный, независимый. И там уже подрядчики иногда сами тоже заключают контракты, которые знают уже, как мы работаем, насколько мы принципиальны и так далее. А после этапа сметы, чем дальше занимаются ваши эксперты? Они прям выезжают на место, смотрят что? Они выезжают на место, контролируют все этапы работы. То есть, если мы сейчас говорим про... То есть, они регулярно там появляются? Постоянно. То есть, они, некоторые объекты, опять же, если это, ну, не частный заказчик, почему? Потому что на частных домах, как правило, нет необходимости постоянно держать там строительный контроль, ну, если это стандартный контракт. Вот. А на каких-то более крупных объектах, на заводах, там сидит инженер, он постоянно на объекте, и какие-то горячие вопросы он решает прямо на объекте. И, соответственно, другие специалисты, более там, так скажем, узкоспециализированные приезжают туда, ну, с меньшей необходимостью, но дежурный инженер находится на объекте всегда. А на частных домах выезжает бригада или там один инженер, смотрит и принимает какие-то этапы работ, в зависимости от специфики этих работ. То есть, иногда узкоспециализированный специалист нужен, там, допустим, по инженерным сетям, общестрой и так далее. Он их принимает или, соответственно, выдает какие-то замечания. Но, опять же, философия строительного контроля, вот именно нашего, такая, что не просто принять или не принять объект. Это, на самом деле, заказчику не так-то интересно. Заказчику интересно предотвратить какие-то возможные нарушения строительства. То есть, именно работа ведется с подрядчиком на том этапе, когда он уже закладывает следующий этап. То есть, стройконтроль, я в частности, мы проговариваем конкретно. Вот тут-то сложное место, надо обратить внимание. Тут-то нужно сделать так, тут-то нужно сделать так. На всякий случай дополнительно проговариваем весь технологический процесс. Это исключает возможность каких-либо грубых нарушений. Соответственно, мы абсолютно комфортно потом принимаем тот или иной этап строительства. Если подрядчик слушается. А какие самые серьезные последствия могут быть при отсутствии строительного контроля? В чем можно ошибиться? И это будет, не знаю, насколько это фатально? В любом этапе выполнения строительных работ можно ошибиться, начиная от возведения фундамента до любого этапа вплоть до окончания строительства. До строительной системы. Если снизу вверх смотреть, это крыша. А каковы последствия? У меня вот перед глазами расползающийся в разные стороны дома. Да, совершенно верно. Это именно те самые картинки, которые должны ассоциироваться с грубыми нарушениями. В любом случае, первое, это идет некачественная проектная документация. Если данное строение выполнено согласно этой проектной документации. И, соответственно, дальше это ошибки строителей, которые или неправильно соблюдали какую-то технологию, или проворонили какое-то время, чтобы осуществить следующий этап. То есть, из практики, допустим, бетонной работы, бетон должен набрать определенную прочность, определенную марку. И бетон, он созревает. То есть, его процесс созревания должен быть в определенных температурных условиях. При определенных условиях он набирает ту марку, проектную, которую изначально сделан был на заводе. Не всегда на практике строители это выдерживают. Соответственно, потом, когда они смонтировали тот или иной элемент, он может не набрать ту проектную прочность, соответственно, не выполнять те возложенные на него проектные нагрузки. Соответственно, он может ломаться и так далее, и так далее. Его, как правило, демонтируют. Это очень болезненные процессы, это сложные, дорогостоящие. И заказчику, да и подрядчику, в принципе, эти моменты абсолютно не нужны. Это получается избежать, если грамотно подойти к процессу строительства. Мне кажется, подрядчики иногда могут относиться настороженно к тому, что появляется такая третья сторона, как контроль. Всегда подрядчики, так или иначе, ну это третья сторона, они всегда в каком-то смысле настораживаются, но опять же есть и грамотный подрядчик. Хотел бы, может быть, немножко развеять тот момент, что все подрядчики прямо какие-то плохие. Нет, есть хорошие подрядчики, есть грамотные, качественные подрядчики. Другое дело, что ко всем, без исключения, всем бывают замечания. Но хороший подрядчик, он их устранит абсолютно безболезненно и незаметно даже для заказчика. Как правило, на берегу все свои требования стройконтроль говорит, что нужно, что не нужно. Поэтому все требования абсолютно законные. Они все прописаны, никаких новых под настроение требований не бывает. Поэтому подрядчики потом уже, когда работа настроена, работают абсолютно комфортно. Ваш ли я клиент, если я строю дом без подрядчика, не знаю, сама, своими руками, мне приезжают помогать друзья? Нет, без проблем, в принципе, такое тоже возможно. Единственное, что вы должны понимать, что гарантия, грубо говоря, которую мы даем, мы даем в первую очередь на, что ваше, допустим, проектное решение, оно будет ваше, то мы гарантию даем на соблюдение строителями тех технологий и примененных материалов, которые были рассчитаны и разработаны вашим проектом. Если мы не берем экспертизу проекта. Соответственно, если вы делаете самостоятельно, то, как правило, сами ответственность несете за те работы, которые... За те проектные решения, которые вы приняли. Технологию, да, мы можем проконтролировать, можем проверить. А проектное решение, если такого вопроса перед нами не стояло, мы уже не оспарим. То есть нужно быть внимательным, и если нужно, задать еще и этот вопрос, да, принести там документы какие-то. Проектные документы, безусловно. С какими вообще документами нужно прийти за тем, чтобы инициировать процедуру строительного контроля? С чего это все начинается? Желание. Можно прийти без документов, в первую-то очередь. То есть на этапе, когда появилось желание... Идеи. ...построить тот или иной объект, да, и начать с того... То есть можно даже ничего не иметь? Конечно. Конечно, начать с того, что согласовать место, где будет возродиться объект, то есть земельный участок, посмотреть, подходит ли земельный участок под тот объект, который вы собираетесь на нем построить. Очень много проблем может возникнуть, если это не частный дом, а, допустим, какое-то уже промышленное здание, то целый ряд ограничений накладываются на участки. Надо разместить целый комплекс зданий, на самом деле, начиная там от котельной и, возможно, там, какими-то очистными сооружениями, в зависимости от производства. Поэтому не всегда какие-то участки подходят для тех или иных зданий. Поэтому в этот момент он на берегу проговаривается. Но в любом случае, сначала нужна идея и желание. А с какого этапа можно подключиться, прийти к вам? То есть, допустим, я уже начала работу и понимаю, что... Ну, я и начинаю беспокоиться. Я послушала нашу передачу и понимаю, что нужно. Это возможно вот где-то в середине процесса? Возможно. Возможно на любом этапе, да. Единственное, что предыдущие этапы желательно бы провести какую-то экспертизу. То есть, понять, что предыдущие этапы сделаны качественно. Или, если они допущены, какие-то там нарушения в предыдущих этапах, надо посмотреть, как их можно устранить, и чтобы дальнейшее строительство опять же было качественным и радовало уже заказчика долгие-долгие годы. То есть, вы еще занимаетесь экспертизой, и кое-что отличает ее от строительного контроля, да? Очень сильно отличается строительная экспертиза от строительного контроля. В чем? Экспертиза проводится уже по факту выполнения строительно-монтажных работ. А строительный контроль, он осуществляет контроль за строительными работами во время их проведения. То есть, экспертизу мы проводим после того, как работы уже выполнены. Это последствия, так скажем. Это две разные услуги, или контроль подразумевает и то, и другое? Это абсолютно разные услуги, да. То есть, я могу проверить всех своих подрядчиков, но, правда, если они что-то сделали не то, то, может быть, поздно, да? Не всегда бывает. Поздно бывает иногда экономически нецелесообразно что-то менять, поэтому в любой том, какой бы он там ни был, его можно отремонтировать. Даже вот как там Монтердам де Пари планирует ремонтировать и не сносить. Хотя экономически это очень дорого. Поэтому любое можно отремонтировать, другое дело, насколько это экономически целесообразно. Иногда проще снести и заново сделать, чем пытаться что-то отремонтировать. А у вас есть специалисты, которые и в этом сориентируют? Конечно. Конечно, есть. Потому что я сейчас пытаюсь представить спектр работ, которые вы контролируете и проверяете. Это же должен быть штат из большого количества разных хорошо подготовленных сотрудников. на самом деле не так-то надо раздувать его. По большому счету есть общий строй. Это общестроительная работа. Это стены какие-то несущие конструкции и так далее. Есть большой раздел инженерной системы. Это там вода, отопление, вентиляция и, соответственно, электричество. То есть там уже другие специалисты. Как правило, у нас общестрой отдельной, инженерные сети отдельно, электричество и какие-то своботочные системы отдельно. По большому счету грамотный объект проводят 3-4, иногда 5 инженеров, если там какие-то узкоспециализированные работы. А юридическое сопровождение? Может быть возникают споры или суды? Разногласия, да, конечно. Мы осуществляем и юридическое сопровождение наших объектов. В том числе у нас есть юристы, которые занимаются оказанием данного выбора условий. То есть мы можем предоставить весь эксперт услуг, то есть от работы с коричными документами до сопровождения дел спереди. Это как раз сложные вопросы, которые если не получается адекватно договориться с подрядчиком и заказчиком, тогда вступают в роль экспертиза, потому что одни говорят, что мы считаем, что все хорошо, другие говорят, что не так. Экспертиза уже как раз Сергей очень много по этому сотрудничаем включаются в этот процесс, они проводят экспертизу, абсолютно объективно понимают, какие работы сделаны, почему плохо, почему хорошо, и, исходя из этого, если сторонам не удалось заговориться, они идут в суд и в гражданском порядке решают эти вопросы. То есть иногда как раз вы говорите про этапы строительства, экспертиза включается в каких-то этапах строительства, когда вы начали с каким-то подрядчиком, вы начали может быть с бригадами, с прорабами и понимаете, что дело все не в том ключе, как вы хотели. И вы с ними так или иначе рвете отношения, начинаете может быть с другими, но чтобы порвать с ними отношениями, вам нужны как раз вопросы-цеприкизок, чтобы четко сформулировать, что они сделали правильно, что они Сергей уже отрабатывает. То есть если я ответственный человек с идеей строительства или тот, который уже что-то начал, я обращаюсь к вам, вы теперь в центре города находитесь, это куда я иду? Мы находимся в Карла Маркса 79, это здание бывшей кофейни-клуба рядом с кинотеатром Октябрь. С идеей или с чем-то уже еще? Ну, главное, чтобы, наверное, не с проблемами. Без разницы, решимся. Проблемы решите вы. У нас в гостях были директор компании «Стройаудит» Алексей Зяблых и директор, независимый эксперт на оценочной корпорации Сергей Копнев. Мы говорили сегодня о строительном контроле и строительной экспертизе. Спасибо вам за беседу. Очень познавательно и полезно. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова